О том, что за узкой двухполосной и загруженной Солилецкой трассой автоинспекторы могут наблюдать и сверху, предупреждают вот этот электронный стенд. Однако автомобилисты порой нарушают правила дорожного движения, торопятся, совершают обгон там, где он запрещен, а ведь выезд на встречную полосу на большой скорости зачастую приводит к самым страшным авариям с летальным исходом. Дорожный трасса происшествия, связанная с выездом на полосу встречного движения, как раз имеют те цифры, которые не очень хорошие, скажем так. Почти четвертая часть всех погибших приходится на такие ДТП. Поэтому в целях их профилактики вот эти вот приборы и применяются. Основная их цель – это наблюдение, фиксация, контроль за дорожными движениями, как раз передача той информации, которая попадает на его камеры ближайшему наряду дорожным патрульным службам. В связи с курортным сезоном и возросшим потоком грузовиков, загруженность трассы увеличилась в два с половиной раза. Бывает так, что тихоходный грузовик собирает за собой вереницу легковых автомобилей. Люди едут на соленые озера со всей страны, проделав путь в тысячи километров. У некоторых сдают нервы, а нарушения фиксируют так называемые птички. Также мы используем эти летательные аппараты для того, чтобы также предупредить опасное поведение участников дорожного движения. Например, условно представляем, да, колонна идет, впереди грузовая машина, а сзади накапливается значительное количество легковых. Для того, чтобы безопасно пропустить эту колонну транспортных средств, мы притормаживаем передний автомобиль грузовой на некоторое время, чтобы вся колонна ушла и безопасно двигалась дальше по маршруту. Автоинспекторы настраивают аппаратуру и поднимают квадрокоптер в небо. Управляя им, инспектор хорошо видит всю дорогу. Нарушения фиксирует видеокамеры. Инспектор разогружает снятый кадр в планшет. Теперь это доказательство по административному делу. Чуть подальше на Сулецкой трассе работает второй экипаж ГИБДД, который по рации получает информацию о нарушителях и уже здесь оформляет протокол. Ждать нарушителей долго не пришлось. То есть, дама на черной иномарке не выдержала и обогнала тихоходную грузовую газель, выехав за сплошную разделительную полосу. Торопливая автоледи встречает вежливый инспектор и приглашает оформить протокол за выезд на встречную полосу. Для вас неожиданно было, чтобы подрокоптер следить? Нет, меня же телевизор смотрю. За выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» предусмотрено в лучшем случае штраф 5000 рублей, а в худшем – до полугода лишения водительских прав. В рядах областного ГИБДД два квадрокоптера. Экипажи беспилотников дежурят на федеральных, региональных и местных трассах. Приоритет отдается наиболее аварийным участкам. Александр Криволапов, Семен Воробьев, Дмитрий Картус. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok